Библейский портал экзегет.ру представляет Но, в общем, она не сильно сложнее Состоит из двух частей Давайте прочитаем первую Первая часть очень похожа на предшествующую сороковую Там тоже все сны Обратим внимание Осип сидит в тюрьме Его бы должен вытащить главный веночерпий Которого фараон помиловал Но он забывает об этом Прошло два года Два года еще сидел, да? Немало И фараону приснился сон Будто бы стоит он над Нилом А из Нила выходят семь коров Красивые и упитанные Они пасутся в прибрежных заростах Следом выходят из Нила Другие семь коров Хилые и тощщие становятся с ними рядом И вот эти хилые и тощщие коровы Съедают коров красивых и упитанных Фараон проснулся А когда снова уснул То увидел другой сон Семь колосьев выросли на одном стебле Хорошие и налитые Следом из земли выросли Семь колосьев пустых Сожженных суховеем И вот эти пустые колосьи Поглотили семь налитых колосьев Полных зерном Фараон проснулся Такой был его сон Наутро встревоженно Он созвал всех египетских магов И мудрецов Рассказал ему свое сыновидение Но никто не мог его истолковать Тогда сказал фараону Главный виночерпи А я напомню В предыдущей главе Ему Иосиф предсказал Освобождение скорой Но тот его не отблагодарил Забыл Главный виночерпи Вспоминаю я свой былой грех Как-то раз прогнялся Фараона рабов своих И велел бросить меня В дом начальника стражи Вместе с главным пекарем Однажды ночью нам обоим Приснились сны И каждому свой сон Со своим значением А при нас был слуга Еврей Раб начальника стражи Мы рассказали ему наши сны Он истолковал их нам Каждому рассказал Что значит его сон Как он нам говорил Так и вышло Меня вернули на прежнее место А того другого повесили Фараон послал за Иосифом Его поспешно вывели из темницы Побрили Переодели Ну еще бы Какой он там Из тюрьмы вышел И он предстал перед фараоном Фараон сказал Я видел сон Но никто не может истолковать его А ты говорят как услышишь Сон Сразу его истолковываешь Иосиф ответил Не я Бог даст истолкование На благо фараона И фараон рассказал Иосифу Мне снилось будто стою Я на берегу Нила А из Нила выходят Семь коров Упитанные и красивые Они пасутся в прибрежных зарослах А следом за ними Из Нила выходят Другие семь коров Тощие Хилые Кожа да кость Я нигде в Египте Не видывал таких хилых коров И эти коровы Тощие и хилые Съедают Семь упитанных коров Те исчезли у них в животах Но не было заметно Чтобы животы наполнились Коровы остались Такими же тощими Как и прежде Я проснулся А потом я видел Другой сон Семь колосьев Выросли на одном стебле Хорошие Полные зерна А за ними Следом поднялись Достатка поглотили Семь хороших колосьев Я повел свои сны магам Но они мне ничего не объяснили Сказал фраон Иосиф Это не два сна А один Бог открывает фраону Что он намерен сделать Семь хороших коров Означает семь лет И семь хороших колосьев Это тоже семь лет Так что это один и тот же сон А что за ними следом Вышли семь коров худых и скверных Это следующие семь лет И семь пустых колосьев Сожженных суховеем Означают то же самое Семь лет голода Как я уже говорил фраону Бог показывает фраону Что он намерен сделать Наступают Семь лет изобилия По всей египетской земле Но за ними идут Семь лет голода Такого что Все прежнее изобилие Исчезнет без следа Голод опустошит страну От былого изобилия Следа не оставит Таким сильным Будет этот голод А дважды Этот сон приснился Потому что Все это Богом уже решено И он скоро Исполнит свое решение Так пусть же фраон Выберет человека Мудрого и проницательного И поставит его Управлять Египтом И пусть по всей стране Фраон означит чиновников Чтобы в грядущие Семь лет изобилия Взимать с народа Пятую часть урожая И собирать зерно В городах Царские закрома Тогда в стране Будут запасы На семь лет голода Которые наступят в Египте И страна переживет Этот голод Ну прежде чем Начнем об этом говорить Какой у нас там Курс валют Стоимость нефти За последние Несколько лет Что у нас там Со стабилизационным Фондом происходит Я не знаю Что будет происходить Когда вы будете Смотреть эту запись Но подумать Что это ведь Обычная история Про экономику Семь лет Тучных Всего много Люди радуются А потом Семь лет Тощих приходят Если не сделать Во время запасов То в общем Трудно будет их пережить Ну это Очень банальная мысль Для того Чтобы ее изложить Не нужно писать Целую главу в Библии Тем более Так подробно Описывать сны Мы говорили Что в прошлой Сороковой главе Это некоторое Состязание Между Египтом Страной Великой культуры Своеобразной Религией Магизма Волшебства Предсказаний И маленьким Ничтожным Израилем Израиль как Иосиф В рабстве у Египта Причем В тюрьме Даже сидит Он Ну казалось бы Никто и ничто И у него там Ну просто Вот говорить не о чем Нет у него Никаких надежд На Даже собственное Избавление Из тюрьмы По неправедному Приговору Да какой приговор Его просто бросил В тюрьму Начальник Стражи Да там И судов Никаких нету А просто Что скажет Начальник То все и делает А с другой стороны Вот эта огромная империя Которая казалось бы Должна Ну Все это понимать И знать Но нет Ничего этого Не происходит И еще одна тема Которую в сороковом Мы уже видели Фараон Это абсолютный правитель Вот В Израиле Такого не было В Израиле Были цари Хорошие и плохие Плохих было больше Надо сказать Но был закон Все время Да То есть Царь Он действует Все-таки В рамках Каких-то Определенных Ему свыше Фараон Сам себе рамки Да Он что хочет То и делает И по сути дела В чем недостаток Этой системы Один человек Принимает решение Вот все зависит На сообразительности Одного человека Поймет он Свой сон Среагирует Он на него Иосиф Тот Кто оказался рядом А если бы не оказался Ну и Может быть Еще вот эти сны Так подробно Пересказаны Потому что Вот здесь нам Библия подсказывает Бог-то в принципе Объясняет людям Что произойдет Просто люди Не всегда готовы Это понятие признать Но Давайте вспомним Какие-нибудь Хорошие годы Я не знаю У кого какие Да Вот Когда зарплата Росла Когда там Кредиты Люди брали Чтобы купить Все что они хотели Получить Тучные годы Да Вот точно были Такие годы Ну у большинства людей Ведь Не хотелось Думать Что все может Закончиться Казалось Ну это так И будет продолжаться А потом Наступают Голодные годы И ты думаешь Ну наверное Это так Временно Случайно Очень скоро Все закончится Нет Продолжается Некоторое время То есть Вот Человек охотно Верит В то Что все будет хорошо Есть правда Пессимисты Они обычно Ровно наоборот Но на самом деле Вот их обычно Никто не слушает Я это знаю Потому что я сам пессимист Вот И Смотрите Вот это о том Что в принципе Вот Трезвая позиция Она находит Какую-то поддержку В божественном откровении Просто надо уметь Разглядеть Это не всегда получается Слова Иосифа Пришлись по душе Фараона Его приближенным Другого такого человека Не найти Сказал фараон Своим приближенным В нем Дух Божий Потом он обратился К Иосифу Раз Бог открыл Тебе Все это Значит нет никого Мудрее Проницательнее тебя Отныне Ты будешь править Моими владениями Народ мой Будет тебя слушаться Лишь царским саном Я буду выше тебя Смотрите В третий раз Одна и та же история Начальник стража Патифар Абсолютно так Начальник темницы Ну собственно Кто держал Иосифу В заключении С этими государственными делами От них Только голова у меня болит Вот я буду развлекаться Царские саны За собой сохраняю То есть все привилегии Царские со мной будут А Правительство Это ты С тебя потом Спросят Как вот очень легко Это получается Да Вот как Человек облеченный властью Выскальзывает Из ответственности Да И Возит тот Кого запрягут А запрягут того Кто возит Да Вот Иосиф возит Он действительно исполняет Вот эти вот свои Даже не обязанности Он ничего не обязан Он делает вот то Что он может сделать Его нагружают в результате Но он даже особо И не возражает Вот всегда есть Те кто едят Пьют и веселятся И командуют якобы А есть люди Которые исполняют Собственно работу Да Ну вот Ничего страшного Иосиф в Библии Ровно через эту же ситуацию Прошел Смотри Сказал фраун Иосиф Я делаю себя правителем Всего Египта Он снял свой перстень С печатки И надел его Иосифу А перстень С печаткой Эта печать Она была как Государственная печать То есть он запечатывал Документы Это был его приказ Фраон получает Полномочие Издавать приказы От имени фраона Иосиф получает Полномочие Издавать приказы От имени фраона А как мы уже выяснили Приказ фраона Это единственный закон В Египте В этом Описании Да Как было в настоящем Древнем Египте Я не специалист Это не ко мне Он облачил Иосифа В одежде Из тончайшего льна Возложил ему на шею Золотую цепь Он дал Иосифу колесницу Предназначенную Для второго человека В государстве Там номер колесницы Госрегистрации 002 АА 002А Ну я шучу Конечно у них Не было этих номеров Вообще были иероглифы И перед Иосифом Когда он ехал Несся крик Аврех Что такое Аврех Никто не знает Ну по-разному Истолковывали Даже там кто-то говорил Что Ав Это по-еврейски Отец Орекс Это на латыни царь Так и есть Но кто в Египте Будет говорить На еврейско-латинском языке Тем более что До латинского языка Еще очень далеко Римляне пока Еще не существует Неважно Ну вот что там кричит Вот кто с мигалками Впереди едет Примерно то же самое Кричали и перед Иосифом Так фараон сделал Иосифа Правителем всего Египта Вот моя воля Воля фараона Сказала на Иосифу Отныне без твоего ведома По всей египетской земле Никто шага не посмеет Ступит рукой Не шевельнет И вот смотрите Как наш израильский автор Описывает Это египетское государство Это абсолютный Вот тотальный контроль Надо всем Да То есть Это очень утомительно Вот фараону Надоело Это все Все контролировать Пусть контролирует Иосиф Фараон нарек Иосифу Новое имя Цафнат Панех Явное какое-то Египетское имя И отдал ему Жену Аснат Дочь Потипера Гелиопольского жреца Ну понятно, что же он там бегает с еврейским каким-то именем и холостой Надо, чтобы как порядочный египетский чиновник у него там была семья Должность, звание, дом и жена, конечно И отправился Иосиф управлять Египтом 30 лет было Иосифу в ту пору, когда он стал служить фараону, царю египетскому 30 лет такой возраст, но библейского совершеннолетия Да, то есть вот в 30 лет уже не мальчик точно Вышел Иосиф от фараона и отправился в путь, чтобы объехать египетскую землю А он, смотрите, вышел не пить, есть, развлекаться с женой Устраивать свое собственное жилье и, соответственно, подношения принимать в большом количестве Да, это все нормальная реакция человека, назначенного на высокую должность А он объезжает египетскую землю, настраивает инспекцию, приступает к своим обязанностям В течение семи плодородных лет земля давала обильные урожаи Все зерно, которое в эти годы собрали в Египте, Иосиф распределял по городам В каждый город урожай с окрестных полей Он собрал зерна, чтобы песка морского столько, что и считать перестал, не счесть В то время, еще до наступления голода, осна дочь гиропольского жреца Потипера Кстати, язычница явная, да? И несказанно обратилась она в единого Бога к вере или нет Просто дочь жреца Родила Иосифу двоих сыновей Первенц Иосиф дал имя Моносея Что означало, Бог дал мне забыть все мои горести и отчий дом Такой довольно сложный перевод А второго назвал Ефрем, что означало Сделал меня Бог плодоносным в земле страданий моих Ну, вообще-то говоря, вот эти имена по-еврейски таких значений не имеют Я не уверен, что имеют по-египетски Вот какое-то объяснение, которое дается, может быть, не по звучанию имен А по каким-то внутренним, что ли, чувствам Иосифа Который, когда рождаются у него эти дети Которые он проявляет, которые он как-то описывает То есть все, все Я отделился, я забыл про это страдания, про это предательство, про свой дом А здесь у меня все хорошо Здесь я прекрасно устроился, причем я это сделал честно Я не воровал, не обманывал, вот Господь меня возвысил Все, надо здесь заканчивать историю Иосифа, да? Ну, это же отличная история про то, как предали своего брата А брат возвысился, а брат, тем не менее, стал человеком гораздо более значимым, чем те, кто его предал, да? Мне кажется, уже достаточно морали А у нас еще глав тут восемь где-то, да? Про эту историю Семь плодородных лет в Египте подошли к концу Настали, как и предсказывал Иосиф, семь лет голода Этот голод поразил все страны, но в Египте повсюду были запасы зерна Когда настал голод, и египтяне стали просить у фараона хлеб Фараон сказал, идите к Иосифу и делайте, что скажет Иосиф Ну, зря, что ли, он все на него повесил Значит, он уже ни за что не отвечает Во всем мире был голод Иосиф открыл житницы и стал продавать египтянам зерно Голод в Египте становился все сильнее Из соседних стран тоже шли за зерном в Египет К Иосифу так, как голод сврепствовал по всей земле Смотрите, а это еще и выгодное предприятие, да? То есть, пока хлеб дешев, его покупают Когда хлеб редок и, значит, дорог, его продают Это первое в истории упоминание того Как Иосиф, еврей при чужом царском дворе Занимается коммерцией, занимается очень успешно Вот потом евреи будут во многих странах мира Занимать эти должности, не правителей, нет, но Скажем так, финансовых советников Всевозможных там визирей, консультантов, банкиров При разных дворах И, смотрите, это не потому, что Иосиф очень любит деньги Вот прям совсем не поэтому, да? Будут в этом евреев обвинять А потому, что ему в этой земле надо как-то выживать Во-первых, да? Он бы, может, хлеб бы сеял, землю бы пахал, коров бы пас Но такой возможности ему не представилось, да? И, во-вторых, потому что с ним Бог А потому что через него Бог благословляет людей И люди, которые вокруг понимают, что это очень выгодное предприятие, да? Чего-то его ставить коров в пасте, когда он приносит благословение, да? И ставить его на такую высокую должность То есть это некоторый идеал, который в дальнейшем будет восприниматься Вот что нам делать? Израильтяне будут говорить, когда нас поработило какое-нибудь языческое царство Как-нибудь в Вавилонии не пришли, нас угнали в плен А вот у нас есть пример Служить Вавилониным, да, для того, чтобы выжить Для того, чтобы всем было хорошо, и нам в том числе Но и давайте вспомним, что самое главное это Потому что с Иосифом Бог А вот тут начинается интересный вопрос А человек, с которым Бог Он забыл про свои страдания, говорит, нашел новый дом Жену, семью, работу, положение, богатство, дело по душе Все у него есть, жизнь у него полна, осмысленна Но предательство-то остается Вот что делать с предательством, которое Хоть ты его забудь, а оно никуда не денется Вот об этом будут следующие главы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok